Вы знаете, вопрос большой. Слово санкции, которое так мощно вошло в тренд, даже меня, как человека мыслящего вербально, осваивающего мир вербально, сподвигло к разным перефразировкам, там, любишь казаться, люби санкции сносить, и что у нас уже санкции зависимость, нас-то подсадили на санкции, что хочется санкций, больше санкций хочется. Слово такое энергичное. Но что касается всерьез, если совсем всерьез, под раздачу попадут наверняка, как всегда, обычные граждане с их несчастными шенгенами, их с возможностью поехать куда-то. Я вообще испытываю приступы такого патриотизма, когда в Америке оказываюсь бесправным где-нибудь на фейс-контроле, где меня принимают не совсем за того, и мы страдали от этого, я помню, с писателем Аркановым, когда мы опоздали на самолет из-за пристального внимания к нам, как к россиянам. И это вызывало приступ такого антиамериканизма и патриотизма. Но я не об этом говорю, что санкции – вещь, конечно, плохая. И пока, слава богу, больше разговоров и обещаний, и угроз с утра, знаете, проснулся президент и пригрозил санкциями американские, чем реальных санкций. И нарастает, по-моему, насколько я понимаю, движение со стороны бизнеса, особенно немецкого, там, ребят, пострадают от санкций, прежде всего, обе стороны и наша сторона. Поэтому, что касается санкций списочных, запретов чиновникам, плевать они хотели, и не пострадают они особо от того, что не съездят в Майами. Хотя вопрос с щитами – это другой вопрос, и уже некоторые высказались. Что касается рикошетов в сторону, повторюсь, обычных и всемирно законопослушных граждан, то наверняка издержки будут. Поэтому ничего хорошего в этом нет. А слово «санкции» нам подарил вот этот год. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!